Добрый день! Сегодняшний обзор про беспроводные микрофоны Skydisco VL27. Давайте распакуем их и посмотрим, что внутри. В комплект радиосистемы VL27 входит непосредственно сама база устройства с блоком питания, пробные батарейки, провод соединения общего выхода микрофонов и два радиомикрофона и инструкция на русском языке. Рассмотрим подробные интерфейсы функции радиосистемы VL27. Экран отображает информацию о двух беспроводных радиомикрофонах. Сейчас мы включим один. Как вы видите, микрофон появился, отображение микрофона появилось на микрофонной базе. Раз, два, три. Раз, два, три. Пиковое значение было показано микрофоном. Рабочая частота, уровень заряда. Попробуем сменить сейчас частоту на микрофоне. Для этого используем инфракрасный глазок на самой базе. Инфракрасный глазок на самом микрофоне. Он у нас находится вот здесь. Что у нас показывает табло микрофона? Сейчас частоту, уровень заряда, уровень сигнала. Поменяем немножко. Так, сменили. Как мы видим, микрофонная база потеряла в данный момент микрофон. Используем. Автоматически подстроили оба устройства. И, как видим, сейчас микрофон опять подцепился к базе. Сделаем лог для этой системы. Описание всех этих функций есть подробное на русском языке в инструкции. Рекомендую изучить, прочитать всю инструкцию перед использованием. В заключение о радиосистеме SkyDisk MiG VL27 хочется сказать следующее. Мы протестировали их с коллегами на разных устройствах, на колонках с подключением микрофонов разных производителей. Подключали несколько бас сразу этой модели к микшерным пультам. При этом меняли специальные частоты, чтобы микрофоны не пересекались и не глушили друг друга. Ну, естественно, мы проверили, как они будут работать с домашними караоке и караоке-приставками профессионального уровня. Все работает отлично. Я думаю, что это хороший инструмент в работе по отношению цена-качество. А также это отличные микрофоны для домашнего караоке. Продолжение следует...